МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте! С вами Анна Бальет и программа «Открытый урок». Вновь говорим о новостях сферы образования. Начнем с событий. Билет в будущее – проект, в котором принимают участие школьники со всей страны. Не исключением стали и ребята из городского округа Щелково. Открытый урок заглянул к ним на занятия. Определиться с выбором будущей профессии порой непросто, но сегодня у школьников есть возможность пройти специальную программу, которая поможет сделать правильный выбор. Билет в будущее – уникальный проект ранней профессиональной ориентации. Он стартовал в 2018 году. Уже сегодня в проекте приняли участие свыше миллиона школьников, учащихся с 6 по 11 классы. Оператором билета в будущее является Союз молодых профессионалов WorldSkills Россия. Реализуется программа профориентации в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». В 2020 году в проекте принимают участие 78 регионов страны, в том числе и Московская область. Проходят специальную программу профориентации школьники нашего городского округа. Занятия для ребят проводит Щелковский колледж, взаимодействуя с комитетом по образованию. Они учатся именно тому, что действительно интересно. Колледжу этот проект дает студентов, абитуриентов, которые понимают точно, на какую специальность они идут. Идут на нее не потому, что там они проходят по баллам, а потому, что это им действительно близко. Когда мы получаем студента, который интересуется своей профессией, не отсиживая 4 года в группе, мы получаем более мотивированного студента. Нам проще его учить, нам легче его трудоустраивать, нам легче устраивать дуальные формы обучения. Какое занятие будет ближе школьнику, помогло определить тестирование. Онлайн-диагностика была первым этапом проекта. Тест помог определить интересы и склонности учащихся перед вторым этапом – профессиональной пробой. Всего же Щелковский колледж представил 8 направлений. Мы участвуем в этой программе по 8 компетенциям на базе наших трех СП. Всего участников по нашему проекту 155 школьников. Ой, мальчишки, какие у вас красивые букеты. Вы их сами сделали? Да. Кому будете дарить? Я – маме. Собрать цветочную композицию, создать на компьютере имитационную модель шашки, разобрать двигатели автомобиля и многое другое. Например, так проходят занятия по компетенции ремонта и обслуживания легковых автомобилей. Для ребят подготовлено весьма интересное задание. Двигатель двухлитровый, четырехцилиндровый. С помощью инструмента, набора инструментов, полностью набора инструментов, они его берут, сами выбирают, сами подбирают головки, ключи. Соответственно, полностью разбирают привод, снимают ремень. Я им, в общем, рассказываю про двигатель, что, как, чего. И обратно они должны собрать в той же последовательности, в правильной последовательности. У нас вот в компьютере есть книга, мануал, да. И вот по ней они все это делают. Школьникам этот проект дает возможность посмотреть, как это вообще происходит, работа с некими приборами. Сейчас я раскручиваю болт, который удерживает головку двигателя. Вообще, я хотел стать автомехаником. Вот так ребята выполняют профессиональные задания, ознакомятся с работой специалистов разных сфер. Выбрать нужную и подходящую профессию, значит, получить билет в будущее. Ученица Щелковской школы номер 20 Полина Засыпкина уже определилась с выбором будущей профессии. Девушка мечтает стать врачом. Полина признается, открытие в школе Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» – важное событие. Оборудование класса теперь поможет школьнице совершенствовать навыки оказания первой медицинской помощи. Нужно хорошо подготовиться к поступлению в медицинский. Он помогает с поступлением, практика. Этого события ждали. Открыл точку роста в школе номер 20, расположенной в поселке Краснознаменский, заместитель главы администрации Дмитрий Толмачев. Открылся такой центр успехов, удачи, чтобы нашим детишкам от этого было лучше. Оказание первой медицинской помощи, навыки цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, 3D-моделирования и робототехники – развитие по всем этим направлениям дает точка роста. Центр был открыт в рамках реализации национального проекта образования. Этот проект дает возможность учащимся сельских школ, и прежде всего он на это был нацелен, не чувствовать свою отдаленность от больших городов и получать полноценное и качественное образование. Этот проект направлен не только для того, чтобы дети здесь занимались в этой точке роста, но мы будем привлекать сюда и родителей, и всех, кто проживает в нашем поселке, для того, чтобы они могли познакомиться с новыми какими-то технологиями. Кабинеты центра оснащены специальным современным оборудованием, 3D-принтером, конструкторами для робототехники, квадрокоптерами, современными ноутбуками и техникой для видеомонтажа, шлемом виртуальной реальности и многим другим. Программирование, 3D-моделирование, все то, что ученик видит в виртуальных очках, мы можем наблюдать на экране. Нужно сказать, процесс очень увлекательный. Ученики школы уже успели оценить центр и его современное оснащение. И самое главное, ребята с нетерпением и большим интересом ждут занятий. Преподаватель отделения современного танца Московского губернского колледжа искусств Максим Баранкевич дает мастер-класс учащимся детской школы искусства имени Розума. Участник третьего сезона проекта «Танцы на ТНТ» артист балета «Стрит-джаз» показывает элементы современной хореографии. В рамках 16-го фестиваля искусств «Звездный» благотворительный фонд народного артиста Юрия Розума, в честь которого и названа «Школа искусств», организует занятия для воспитанников и преподавателей. Дети через танец общаются, делятся эмоциями, энергией, то есть это чувствуется, потому что дети, так скажем, заряженные, энергетические, эмоциональные, это видно на базе хип-хопа, на базе вариаций движений и олдскул, и ньюскул, так скажем, немножко их с моей авторской позиции, так скажем, преподнесу. Максим Баранкевич выступал со многими артистами российского шоу-бизнеса, давал мастер-классы в более чем 20 городах России, занимал призовые места на фестивалях. Его невероятную пластичность, выразительность, точность движений дети улавливали мгновенно. Видишь классные связки, и такой, блин, я тоже хочу танцевать хип-хоп, но ты танцуешь немножечко другие современные стили, но вот сейчас появилась возможность. Хип-хоп немножко для нас такой новый стиль. Где же можно будет потом применить вот это вот в среднем месте? Поставить свои связочки какие-то, номера, но что-то попробовать самому сделать. Возможно, снять даже в инсту, залить, почему нет? Вместе с учениками упражнения повторяли их педагоги по народной хореографии. Некоторые базовые движения они используют в постановке танцев. Народная хореография у нас представлена широко, хотя мы тоже приглашаем всех педагогов, всех направлений. Но хип-хоп у нас пока сейчас педагога нет, поэтому мы пригласили мастер-класс, чтобы детям дать разностороннее, так скажем, образование. Ещё один мастер-класс, но уже по изобразительному искусству, педагоги могли посетить в дыше имени Розума. Молодой специалист по ботанической живописи из Петербурга Светлана Ланце, автор иллюстрации для серии книг «Мой первый гербарий», объясняла коллегам технологию рисования кленовых листьев во всём их осеннем великолепии. Художники довольно рано поняли, что можно изображать растения по частям. И родилась вот эта вот традиция ботанической иллюстрации. Занятия с ведущими педагогами – часть программы ежегодного фестиваля искусства «Звёздный», который в этом году проходил в онлайн-формате. Несмотря на пандемию коронавируса, искусство продолжает жить. Этот урок ОБЖ шестиклассники 14-го лицея имени Гагарина будут вспоминать ещё не раз. На занятия к ребятам приехали спасатели МОЗ «Облпош-спаса» и Центра гражданской защиты с четвероногими питомцами Корги. Спасатели первого класса, выше только международной, на примерах и собственной практике в красках рассказали, как важно соблюдать правила безопасности в повседневной жизни. Показали, как работает оборудование, которым оснащено пожарное подразделение «Медвежьих озёрах» и с каким снаряжением сотрудники МЧС выходят на тушение пожаров и аварийно-спасательные работы. «Это, в первую очередь, боевая одежда пожарного, вот она, куртка со штанами, защитная каска пожарного, дыхательный аппарат для работы, непригон для дыхания среди, тепловизор, групповой фонарь, средства связи». Кто-то из ребят воспользовался моментом и примерил экипировку на себя. А еще на этом уроке ОБЖ лицеисты на манекене тренировались в оказании неотложной помощи, увлеченно отвечали на вопросы тематической викторины. «По какому номеру вы будете звонить при возникновении опасной ситуации пожара, кому-то стало плохо и так далее? Первое – 112, второе – 003, третье – 111». «112». «Какой, ребят, был самый неожиданный для вас вопрос?» «Когда отмечается день МЧС». «И когда же отмечается день МЧС?» «У вас неизвестно, неизвестно». Одно из заданий подготовлено на смекалку. В разобранном пазле скрывали зашифрованные силеты любимого детьми домашнего питомца. «Мы собрали собаку породы корги». «А что ты знаешь про эту собаку?» «Ее завезли кельты из города Уэльс». «Главная цель вообще этого мероприятия – чтобы были активные дети, активные люди, видели, что все не так плохо в нашей жизни. И мы можем делать нашу жизнь лучше». Оказать помощь пострадавшему – значит сделать добро. Этому учатся школьные скамьи. И если в трудную минуту ребенок вспомнит пса корги и призовет на помощь спасателей МЧС, значит этот урок прошел не зря. Щелковские школьники приняли участие в финале всероссийского конкурса «Большая перемена». В течение нескольких дней он проходил в лагере «Артек». Мы пообщались с одной из финалисток – ученицей 7-го лицея Анастасией Давиденко. Пройти в финал «Большой перемены» уже победа. Из миллиона школьников, участвовавших в этом масштабном конкурсе, на завершающий этап попали лучшие из лучших. Щелково в составе команды Московской области представили сразу две ученицы школ городского округа. Анастасия Давиденко учится в лицее номер 7. Девушка признается, не могла поверить, что попала в финал. До меня дошло, что я в финале, только когда я уже села в самолет и нас отвезли в Симферополь. И я такая – вау, а я в финале, оказывается! Это грандиозно! Даже главное ведь не победа, главное – участие. И, наверное, самая главная победа для всех нас – то, что мы смогли пообщаться друг с другом. Потому что таких увлеченных ребят я никогда еще не встречала в своей жизни. Они мои ровесники, но они сделали так много, гораздо больше. И за ними хочется тянуться. После прохождения нескольких заданий и тестирования регионального полуфинала последовал самый главный этап конкурса. Проходил он в лагере «Артек», куда съехались 1200 школьников из различных регионов страны. Все они не боятся больших перемен. Школьники представили более 600 проектов по различным направлениям. За несколько дней в «Артеке» построили город будущего. У нас было несколько основных направлений. Это искусство, урбанистика. Я была в урбанистике, то есть создание городов, создание инфраструктуры и всего прочего. Это очень интересно. Оказывается, наиболее важное направление сейчас, потому что там было большинство ребят. Также там было направление «Делай добро», «Про волонтеров», «ЗОЖ» и, конечно же, направление «Экология», потому что это очень важная проблема. Для Анастасии конкурс стал не только шансом создать интересный проект, но и возможностью поработать в команде с такими же школьниками, ребятами, которых волнует будущее страны. А кроме того, большая перемена дала возможность познакомиться, пообщаться с людьми, добившихся немалых высот, настоящими профессионалами своего дела. Я попала в группу, где представлял свой проект «Сберкласс». Президент Сбербанка и ведущий инженер этого проекта. Для меня все, что там происходило, было настолько интересно. Я не знала, что, оказывается, ведущая компания интересуется проблемами образования и предлагает их решения. Нужно сказать, и у самой Насти большие планы на будущее. Она уже сегодня мечтает связать судьбу с интересной и важной профессией. Я уже, в принципе, выбрала свое направление. Я хочу стать врачом. Я даже знаю, каким врачом я хочу стать. Я хочу стать нейрохирургом. Так что дел много, дел много. Но это не все мои планы на ближайшие лет 25, наверное. Потому что после того, как я стану врачом и поработаю в практике, я бы хотела уйти больше в научную степень, именно в когнитивистику. И, возможно, стать преподавателем в УЗИ. У всех участников конкурса большие планы на будущее. А большую перемену старшеклассники запомнят надолго. Анастасии Давиденко не удалось одержать победу в своей номинации. Зато удалось найти единомышленников. Теперь они одна команда. Победители конкурса получили денежные призы на образование, а все финалисты – путевки в Артек. Здесь они встретятся вновь. Настало время для творчества. И сегодня рубрика «Своими руками» знакомит зрителя с народным промыслом – городецкой росписью. Хохлома и кжель, палих и дымка. Воспитанники детского сада номер 15 изучают народный промысел с юных лет. В изо-студии своими руками создают подделки, работают с различными материалами. Сегодня у ребят интересное занятие. Вместе с воспитателем и руководителем из-за студии Еленой Соколовой они покажут мастер-класс по пластилинопластике. Тема урока – городецкая роспись. В начале занятия зарядка, а уже потом мальчишки и девчонки приступают к творческому процессу. Для создания изделий понадобятся пластилин и заготовка из картона в форме доски. Ведь именно на деревянных изделиях чаще всего и встречается городецкая роспись. И так можно приступать к нанесению узора. Стараемся регулярно такие занятия проводить в интересной форме. Хотя даже городец – это роспись является, но работа с пластилином и полезна для пальцев, и для детей интересно не только порисовать, но и попробовать это вылепить. В зависимости от возраста мы ведем, если это малыши – это дымка, если старше – это хохлома, их жель. И ведь не каждый взрослый отличит хохлому от дымки, а воспитанники колокольчика, несмотря на столь юный возраст и название каждого цветка городецкой росписи, знают. Когда цветы еще не распустились, я сделала городецкую роспись. Всякие цветочки, бутончики. Точечки-полоски. Я сделала ромашку, розан и купавку. Пастежор, бутафор, купажист. Профессий на свете немало, и многие из них имеют необычное название. А вот интересно, знают ли воспитанники детского сада, кто такой таксидермист? Кто такой таксидермист? Может, он рисует, ну, пишет что-нибудь такое. А что? Ну, городецкую роспись, например. Пишет всякие книги там. Портреты рисует. Он играет на инструментах. Мне кажется, это такой зайчик с кисточкой, который бегает и разрисовывает все. Это такой человек, который расписывает доски, разные делает поделки. Это человек, который занимается делом, которое может понадобиться человеку для жизни. Кровати, может быть, какие-нибудь микрофоны. А что, собака, что ли? Птичка. Она может выглядеть необычно такая. Таксидермист не птичка. Но вот создать птицу, которая будет выглядеть реалистично, словно живая, он точно может. Это специалист, который занимается изготовлением чучел животных. Работы таксидермистов можно увидеть, например, в музеях. Мы говорили о новостях образования, интересных людях и профессиях, а также творчестве. И на этом наш выпуск подходит к концу. С вами была Анна Балиет и программа «Открытый урок». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин